Компания по вакцинации населения от гриппа стартовала в Приморье. В медицинские учреждения уже поступило 85% вакцины от общей потребности края – СОВИГРИП и Ультрикс. В этом году для удобства граждан в четырёх крупных городах Владивостока, находке Артёмии и Уссурийске, в наиболее проходимых местах оборудованы мобильные пункты вакцинации. «Прививка показана лицам старше 18 лет. То есть с 18 лет начинаем прививку. Мы прививаем взрослое население. Показана она лицам старше 65 лет. Обязательно надо прививиться. Особенно тем, которые имеют хронические заболевания. Это истинокардия, ишемическая болезнь, сердце-гипертоническая, сахарный диабет, хронические заболевания почек, хобл». Внутри палатки есть всё необходимое оборудование. В обязательном порядке – противошоковые наборы на случай аллергической реакции у определённой категории пациентов. Подчёркнуто, что медперсонал работает с соблюдением обязательных санитарных норм. «В индивидуальной упаковке каждый гражданин, которому будет делать прививку, он сможет посмотреть, что при нём распечатывают ампулу, на которой написано, что это вакцина трёх- или четырёхвалентная против гриппа. И в состав её входят именно антигены гриппа. К ней есть регистрационное удостоверение, в котором прописан её состав». Врачи призывают жителей края сделать прививку, чтобы избежать осложнений, возможных при заражении гриппом и коронавирусом одновременно. «Мы должны привить 60% населения. Для чего? Для того, чтобы создать вот эту иммунную прослойку, чтобы мы, если наступит сезон, что мы это легче перенесли. Почему начинается в сентябре? Для того, чтобы выработались антитела, которые нас будут защищать». Добровольная бесплатная вакцинация продлится до 1 ноября. Получить прививку от гриппа можно также в поликлиниках по месту жительства, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях. Также добровольная вакцинация будет организована в детских садах и школах, на предприятиях края. Для жителей отдалённых сёл организуют выезд прививочных бригад, а жителей малочисленных поселений будут доставлять в районную больницу. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.